Сегодня в десятках стран мира отмечают Международный день энергосбережения. Среди них Украина. Рациональное использование энергоресурсов – один из приоритетов страны. К примеру, по госпрограмме «Теплые кредиты» украинцы провели энергомодернизацию жилья на 8,5 миллиардов гривен за последние 6 лет. Какая ситуация с энергоэффективностью украинской экономики сейчас и как можно уменьшить суммы за коммунальные услуги и помочь окружающей среде? Смотрите в сюжете Юлии Крючковой. Украина тратит втрое больше энергии на единицу ВВП, чем Германия, и вдвое больше, чем страны ЕС. Треть всех энергоресурсов Украины потребляет население. Причина низкой эффективности использования ресурсов в бытовой сфере – советское наследие. Большинство житлового фонда в Украине было построено еще в радянский час, когда, конечно, вопрос о энергоэффективности не было таким актуальным, не так быстро стояло, как сейчас. Поэтому 80% житлового фонда потребует термомодернизации. С 2014 года в Украине работает госпрограмма «Теплые кредиты». Она позволяет собственникам ИОСМД взять займ, чтобы сделать свой дом энергоэффективным. До 40% тела кредита выплачивает государство. И на начале никто не верил в это, никто не понимал, почему вообще вкладываться в энергоэффективность, никто не чувствовал, что это выгодно. Но это колесо начало вернуться, и сейчас у нас 860 тысяч украинских семей, которые использовались программой «Теплых кредитов». Это дом в спальном районе Киева. Его жители четыре года назад взяли «Теплый кредит». На фасаде и крышах жилого комплекса – солнечные панели, батареи и концентраторы. Их используют для подогрева воды. Также здание утеплили, заменили окна и двери, сделали изоляцию труб отопления и установили распределители тепла. Стоимость нашего проекта энергомодернизации, в принципе, большая, зашкаливает за 30 миллионов. Но так как наше государство нам помогает, по программе 70 на 30, 20 миллионов оплатил город. Мы как бы должны были оплатить 30 процентов. Но воспользовавшись «Теплыми кредитами», мы оплатили около 8-10 процентов от стоимости проекта. Эффект от энергомодернизации жители увидели в своих платежках. «Ранее у нас потребление в самый холодный месяц было около 1000 гигакалорий, сейчас меньше 500». Но энергосбережение – это не только техническая модернизация. Важен ответственный подход к ресурсам. О том, как экономить электроэнергию, воду и тепло, в Европе и США учат с детства. Подобные социальные ролики выпускают и украинские общественные организации. Заменить старые лампочки на больше энергоэффективные. Вимикайте прилады с розетки. Не забывайте про светло. На векна вишайте жалюзи або шторы. Разумно розташуйте мебли. Холодную стену прикрыйте шафой. А батареи, наоборот, залишайте открытыми. Заощадление энергии – это не примха, а обязательства известных людей. Юлия Крючкова, Сергей Линский, Киев. Твой дом. Юлия Крючкова, Сергей Линский, Киев.